Это грузовой автомобиль ЗИС, изготовленный на Уральском заводе в 1944 году. Во время войны был дефицит металла, поэтому даже двери, вот мы видим, изготовлены из дерева. Доподлинно неизвестно, но мы можем сейчас предположить, что на этом автомобиле перевозили снаряды во время войны. Вот посмотрим на стекло переднее. Оно изготовлено таким интересным образом. Водитель мог открыть форточку, и в летний зной это защищало от жары. Ну а зимой защищало стекла от замерзания. Выставка ретроавтомобилей в Барнауле собрала тысячи горожан. Здесь представлена техника времен Великой Отечественной войны, в том числе 30-х, 50-х годов выпуска. Наши автомобили советские, они, в общем-то, все имеют американские корни. ЗИС-5 это американский когда-то ауто-кар. Там в Америке была Великая депрессия, у нас наоборот в это время экономика была на подъеме. Полностью вывезли завод и начали выпуск вот этих автомобилей. В июне 1941 года в Советском Союзе было свыше 270 тысяч военных машин. Автопарк немецких войск насчитывал не больше 150 тысяч. А это ГАЗ-АА, в простонародье полуторка. Такие автомобили также испытали на себе все тяготы войны. Но конкретно они примечательны тем, что возили груз в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера. Такая выставка – возможность увидеть раритетные автомобили, сфотографироваться с ними и забраться внутрь. Среди всех экземпляров наибольший интерес у барнаульцев вызывает розовый «Москвич» и бирюзовая «Волга». Автомобиль «ГАЗ-12» – первая представительская модель Горьковского автозавода. Использовался как служебный. На нем перевозили представителей правительственной и партийной номенклатуры. То есть мы можем предположить, что на таком автомобиле передвигался замминистра или секретарь обкома. Во время войны автомобили, как и люди, трудились на фронте и в тылу, приближали победу и спасали жизни. Выставка ретро-машин в Барнауле проходит каждый год. Таким образом, жителям и гостям города напоминают о вкладе соотечественников в приближение Великой Победы. Елена Самарина, Алексей Михайлов. Новости.